А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать интересный канал, на котором вы сможете найти прохождение всех частей Assassin's Creed, также игру в CSGO и прохождение новой зомби игры Zombie U. Все это вы сможете найти на этом канале, если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы будем рассматривать, я не знаю, то ли это дополнение к моду MoCreatures, или может просто-напросто еще один новый мод, который разнообразит ваш игровой мир в ванильном Майнкрафте, потому что в этой серии мы будем рассматривать, как добавить в ваш мир людоедов, великанов, вампиров и также прям каких-то нереальных магов, которые будут вытворять различные штуки, и каждый из них будет иметь некую способность. И также вы можете выбить ихние вещички и сами побывать в роли вампира или мага. Но, ребята, как обычно, я бы очень сильно хотел вас попросить лайк, ведь если мы наберем 700 лайков, то в первую очередь я увижу то, что вам нравится без модов, и я буду еще больше делать подобные видео. И также, ребята, как обычно, не забываем о нашей мини-игре, если мы наберем 700 лайков, то сразу же на следующий день выйдет следующая серия без модов. 700 лайков, следующая серия. Если лайки мы не набрали, вы будете иметь полное право написать мне вконтакте, ссылочка в описании, чтобы я добавил вас в друзья, сделал вам подарок, и также расписался у вас на стенке. Я просто-напросто буду не вправе вам отказать, потому что это часть нашей мини-игры. Стимул для меня лайки и стимул для вас, чтобы я вас просто-напросто добавил в друзья и просто с вами пообщался. Но, ребята, также не забываем оставлять комментарии, я отвечаю на вопрос своих подписчиков, если ты не веришь, то можешь проверить, написав свой комментарий. И последний, не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, поэтому я бы прям тебя хотел попросить подписаться на мой канал, и я был бы этому очень сильно рад. А мы, ребята, приступаем. Что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нужно включить мир для сети, это обычно. Во вторую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Делается это очень-очень просто, как видите сейчас на экране. И нужно поставить его где-то, где-то, допустим, вот тут, потому что команда будет очень длинная, как я знаю, поэтому ставим его тут. Сразу берем активатор, можно взять блок редстоуна, или кнопочку, или рычаг, какие красивые краеви, да. Вот этот, ребята, текстур пак, он добавляет вот это красивое небо в ваш мир, то есть это не шейдеры, а просто небо. Если хотите установить этот текстур пак, пожалуйста, я для вас уже нашел ссылочка, ссылочка есть в описании. Но не забываем то, что этот текстур пак работает только с оптифайном. Сначала вам нужно установить оптифайн, а потом уже устанавливать этот текстур пак. Но он реально очень крутой, поэтому, ребята, я вам советую. Перейдем к команде. Пишем команду в командный блок, тоже ссылочка на команду есть в описании. Все, что вам нужно, просто зайти скопировать. Я за вас уже сделал, ребята, всю работу. Если у вас в чате появились вот такие, ну, всякие там символы, да, то это значит то, что команда успешно установилась. Сейчас ее просто-напросто нужно активировать. И смотрим, какая она прям офигеть какая громезная. Ждем, пока она наконец-то установится. Она вроде вот так выглядит, реально очень большой. Но, по сути, она вот такая, ребята, вот такой длиной. Она добавляет много мобов. То есть, не только трех. Она добавляет около десяти мобов. Но в этой серии мы рассмотрим только трех мобов. Если вы хотите больше, то, ребята, как я сказал, если наберем лайки, то, пожалуйста, я для вас выпущу и следующую часть, и следующие, и следующие части. Поэтому, ребята, все зависит от вас. Это уже можно спокойно удалять. Также сейчас, чтобы перейти к следующим пунктам, нам нужно взять наковальню. Ставим наковальню. Чтобы не искать вот этих всех монстров, мы их сразу же заспауним. Что нам нужно? Нам нужно два яичка зомби. Ну, в принципе, мы можем сразу так кучу взять, да, чтобы просто-напросто потом не возвращаться к этому. И яйцо, яйцо скелета, ребят. Одно мы ему оставим на всякий случай, чтобы он все-таки мужиком остался, да, но одно мы все-таки отрубим. Дальше. Мы вот это переименовываем. В зависимости от того, кого мы хотим заспанить. Давайте вот этого мы назовем Огр, да. Это называется Огр. Можно сказать, это людоед, там, Огр. Ну, в принципе, все знают, что это такое. Дальше. Маг. Маг. И последний. Это у нас. Это у нас вампир, да. Вампир. Переименовываем. И все готово. В этой серии мы рассмотрим трех вот этих монстров. Что они делают, как они вообще бьются, и что они вообще себя представляют. Но сначала нам нужно включить ночь. Ночь тут реально будет очень даже крутая с этим текстурпаком. Но, кого мы... Ребят, давайте... Давайте в первую очередь мы рассмотрим вампира. Давайте во вторую мы рассмотрим Огра. А в третью мага. Маг это, мне кажется, самое такое интересное. Поэтому его оставим напоследок. Ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы, чтобы рассмотреть? Ну, давайте. Приступаем и сразу же спавним вампира. Вот он, ребята, вампир. Небольшая информация об этом новом мобе. Который может добавить... Ну, которого вы можете добавить в свой мир Майнкрафта. Ну, во-первых, он нереально быстрый. Во-вторых, он будет спавиться только в пещерах. То есть, он вроде спавится только в пещерах. Поэтому в следующий раз, когда будете идти за... Не знаю, там, за редстоуном или за угольком, То будьте осторожны. Потому что со всех скелетов есть 3% шанса То, что один скелет превратится в вампира. Поэтому, ребята, реально будьте осторожными. Вот, кстати, следующая его способность. Я не успел сказать. То, что он может случайно превратиться там... Ну, случайным образом. В случайное время, да, когда вы его атакуете. Или просто, когда ему захочется. В... В летучую мышь, да. Чтобы куда-то от вас улететь, спрятаться. Ну, или просто-напросто попантоваться. Мол, вот смотри, я граф Дракула, могу превращаться в кого угодно. Поэтому, ребята, это тоже очень его крутая способность. Он также может превращаться как и в летучую мышь, так и обратно. Ну, прям Бэтмен какой-то. Но, ребята, чем его особенность? То, что обычного вампира очень сложно убить. Его вы сможете только убить с помощью меча, который зачарен или на смайт 5, Или на шарпнесс 5. Потому что у него очень большая регенерация здоровья. Если вы его будете бить обычным мечом, то у него здоровье будет быстрее регенерироваться, чем вы будете наносить ему урон. Поэтому его можно убить только шарпнессом или с помощью смайта. Да, вот я сейчас уже даже подготовил. Мы можем это все взять. Мы можем это все взять и посмотреть, как это все будет работать. Да, ребята? Насколько он сильный. Но, еще. Вы также можете выбить вещичку с этого вампира. Вот этот его клык. Этот клык позволит вам уже стать вампиром. Вы также сможете очень быстро бегать, прыгать и бить своих врагов. И, в принципе, вы реально будете заражены вот этим вампиризмом. Потому что у вас даже появится жажда, ну, голод, можно сказать. Если по-майнкрафтовски, да, разговаривать. Поэтому это даже очень круто. Но так же вы сможете выготовить. Вот твою нафиг себе. Предмет, который позволит вам обратно превратиться в человека. И больше не быть вампиром. Ну что, ребята, давайте мы посмотрим. Вот тут у меня смайт 5. Давайте смайт 5 возьмем. И давайте сразимся... Нет, не с паучиной. А давайте сразимся с... С, конечно же, вампиром. Но давайте его сначала заспауним. А давайте я еще яблочки возьму. Вот этот меч у меня зачарован. Как вы видите, смайт 5, кнопбэк 2 и фаероспект 4. Ну, или шартнес у меня тут на 4 за лут. За лут. Просто тут еще и лутинг есть. Зачарован. Бронька у меня вообще не зачарована. Поэтому это самая обычная бронька. Ну что, ребята, вы готовы, чтобы мы заспаунили его? Давайте и попробуем с ним сразиться. Или, знаете, что я еще вам, ребята, забыл сказать? Его очень просто убить, когда он... Когда он превращается в летучую мышь, да? А как видите, вы его не можете поджечь. То есть у него вот этот эффект сразу же пропадает. Поэтому его еще становится сложнее убить. Его очень просто убить, когда он превращается в летучую мышь. Его очень просто убить, когда он превращается в летучую мышь. Потому что у него... Вот. Вот сейчас. Если бы мы его видели, где он... Вот, вот он, вот он. Вот. Я его раз ударил. Давай, давай, давай. Где он? Твою мать. Убил? Убил. Убил. Да. Вот видите, ребята, как только он превращается в летучую мышь, его становится очень просто убить. Он просто-напросто становится очень-очень уязвимым. Уязвимым. Но это еще не все. Смотрите, что с него выпало. Ребята, что с него выпало? С него выпал клык, как я уже говорил. И вот этот клык превратил нас в вампира. Потому что вы видите то, что даже в чате написало, что-то тебе шепчет. Когда ты приобрел вампиризм, если ты хочешь превратиться обратно в человека, то тебе нужно создать предмет под названием Undead Last Me, Last Ride, чтобы превратиться обратно в человека. Потому что, если нет, ты будешь вот так же вампиром. Что тебе дает вампиризм? Голод 2, ну, потому что ты голоден, жажда крови и всякое такое. Потом Speed 2, ну, в смысле, Скорость 2. Jump Boost 3, то есть вы можете очень высоко прыгать. Это прям офигеть, как очень круто. Вот смотрите, вы прям реальный вампир. Вы можете запрыгивать куда вам угодно. Очень быстро бегать. Никто по вам не попадет. А, нет, ни хрена себе снайпер. Ты прям, вот, зараза. Ты хочешь с вампиром сразиться, Чукча? 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 Ты вообще с ума сошла? Так вампир же тебя забабахает с двух ударов. Какая нафиг сразиться? Ну, вот видите, ребята, то, что голод у нас реально очень и очень большой. То есть, если вы все-таки хотите превратиться обратно в человека, Undead Last Ride. Нужно сделать, дойдите в пень. И тут, ни хрена себе, прям садика пока летится на нас напал. Нет, курочку мы оставим живьем. Undead. Главное, чтобы на нас никто не напал. Да твою фуражку! Вампир сам по себе заспавнился! В-а-зер-зер. То есть, как видите, он тогда не только спавнится в пещерах. То есть, ребята, вот видите, он спавнится даже... Он спавнится даже снаружи. Но, как я уже сказал, 3% шанса, да, то, что заспавнится. Или со всех скелетов, которые заспавнятся в мире, 3% шанса то, что заспавнится вампир с этих скелетов. Иди сюда, паскуда. Иди сюда, убил? Убил. Убил или не убил? Вроде убил. О, еще один клык выпал! Еще один клык выпал! То есть, это офигеть, ребята. Вы можете бесконечно быть вампиром. Давайте я выключу, наверное, потому что это жопа какая-то сейчас. Мы сражаемся не так с вампирами, как с другими мобами, да? Вот этот, ребята, клык вампира. Пока он находится в вашем инвентаре, вы будете вампиром. Да, ребята, вы будете вампиром. Но чтобы стать обычным человеком, Undead Last Ride. Как я уже сказал, нужно взять, переименовать Last Ride. И вам нужно поставить это в свой инвентарь. Как видите, вы стали обратно, вы превратились обратно в обычного человека. Если вы выкинете вот это, то опять вам чат напишет то, что вы приобрели вампиризм. Если опять, то вот так. То есть, это все таким способом работает. Это круто, да, ребята, это круто. То, что вы можете на своей шкуре посмотреть, что такое быть вампиром. Но знаете что? Я возьму себе зелья. Зелья, как вы видите, силы 2. Мы заспам еще одного... Твою нафиг. Заспам еще одного вампира. И посмотрим... Ни хрена себе. С одного... Да, с одного удара. Нифига себе зелья сил. Ну, в принципе, у нас смайт на 5, зелья силы 2. Вы, конечно, сможете. Можете его убить с одного удара. Но... Но... Это не факт, что вы всегда будете ходить с тем же зельем силы, да. То есть, когда вы играете, у вас же нет зелья силы бесконечно, да. Поэтому это тоже тайм-сет найт. Давайте опять включим и посмотрим. Посмотрим вот сейчас. Вот видите, то есть, зелья сил у вас нету. И вам уже реально очень понадобится очень много ударов, чтобы его убить. Хотя мы его и так нифиговенько... Нифиговенько убили. Можно и так сказать. Даже очень быстро. Но все же, ребята, вот это вампир. Вы можете примерить на себе даже его... Или нет, вы не можете. А нет, можете. Вот, вот, ребята. Это полный, прям полноценный вампир. Если мы еще вот это выкинем, то мы вообще вампиром-вампиром станем, да. Но, это круто. Это все очень даже круто. Итюди, свою мать. Напугал меня прям скример какой-то. Это все очень круто. Но мы, ребята, приступаем к следующему мобу. Следующий моб, это у нас будет Огр. Как я уже сказал, вот он. Это... Ну, давайте я, в принципе, сразу его заспавню и расскажу. Это... Орг. Нет. Не Орг. Я немного ошибся, неправильно назвал, но ничего. Огр. Вот так, ребята. Мы его еще раз перезаспаним. И вот тот же зомби, только несколько раз сильнее. Он может прыгать, прям охренеть, как может высоко прыгать. И также его способность, когда он вас преследует, он может ломать... Он может ломать блоки. То есть, его ничто не остановит. Он будет за вами идти до... До самой смерти. То есть, видите, как он высоко прыгает. Если вы куда-то забрались на какую-то небольшую... Небольшую постройку, то не думайте, что он вас не сможет схватить. Видите, он ломает блоки на своем пути. Он просто-напросто... Он просто-напросто... Ему пофиг, что перед ним стоит. Ему пофиг, ребята. Вот, а ну, посмотрим, сможет ли он меня тут достать. Я построил такую стенку, обычный зомби бы никак не смог. А вот этот... А вот этот... А вот этот ломает. А вот этот уже пол стены сломал. Этот уже пол стены сломал. Посмотрим, сможет ли он вот это сломать. Нет. Он понял, что лучше со мной вообще не связываться. И почему-то он сейчас вообще ничего не ломает. А если мы обратно сюда пойдем? Хм... А ну, а ну, следуй за мной. А ну, следуй за мной, Чукча. Я буду вот тут. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, зараза. То есть, видите, он когда-то хочет ломать. Что-то хочет ломать. Что-то не хочет ломать. Но это логика самого Майнкрафта. Воу, 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 воу. Поперло, поперло. То есть, знаете, скушал растишку. Силы набрались. Опять начал все ломать. Растишки нету. Он просто-напросто стоит на месте. Ничего не делает. Но вот он умер. То есть, он не очень такой прям живучий. Но он очень редкий. В мире он спаивается очень и очень и очень и очень редко. Как я понимаю, он спаивается даже намного реже, чем тот же вампир. Поэтому я не знаю, почему вот этого Огра сделало таким редким. Но он может сказать... Давайте посмотрим. Ну, не скажу, что он очень сильный. Но это, можно сказать, тот же зомби. Только в раза так 3-4 сильнее, чем обычный зомби. И то, что у него есть способность ломать стены на своем пути. И то, что у него есть способность высокопрыгать. Да, если вы забрались... Вот, как сейчас он прыгнул. Если вы забрались на какую-то высокую постройку. Например, я не знаю. Я не знаю, куда можно забраться. Вот сюда только тут нас скелет сможет достать, зараза. Не бей. Вот, видите, то есть он ломает все на своем пути. Он прыгает очень высоко. Поэтому не ждите то, что вы сможете от него очень-очень быстро спрятаться. Ну, это вот такой небольшой мобик. Вот ты паскуда мелкая. Такой небольшой мобик, ну, который тоже немного разнообразит вашу игру. Потому что вы можете так же, как и встретить и обычного зомби. Так же вы можете иногда встретить и самого Огра. Это тоже, ребята, очень круто. Следующий моб, это последний моб, которого мы рассмотрим в этом видео. В этой серии без модов. Потому что если вы хотите следующий, вы знаете, что делать. Это маг. Маг имеет пять способностей. У него есть магическая палочка. Он стрипзил ее в Гарри Поттера. И при смерти, когда вы его убиваете, он может выкинуть эту палочку, чтобы вы ее подняли. И, в принципе, так же стали самим магом Гарри Поттером, да. У него различные атаки. И, если честно, у него даже офигенные атаки. Просто-напросто для просмотра. Потому что он там крутит, вертит всяким. Ну, давайте посмотрим, что же он умеет. Вот, ребята, маг. Полухерабрин, полускелет, полузомби. Это его первая атака. Он просто-напросто разбрасывает вокруг себя каких-то огненных кобр. Потому что вы видели то, что они прям как кобры так в воздухе летали. И поджигали все на своем пути. Это офигеть, как круто. Давай, а ну еще раз. Это его вторая способность. Он спаунит криперов, которые взрываются. Независимо, вы в гейммоде или нет. Просто он спаунит, можно сказать, как Тинь-Тин. Но Тинь-Тинь видит крипера. Вот, ребят, смотрите, как кобры прям летают в воздухе. Он все поджигает на своем пути. Вторая способность это крипер. Он спаунит возле себя криперов. И если вы находитесь возле этого мага, то, в принципе, он вас взорвет, да, своими криперами. Потому что три крипера за один раз. Это все-таки очень даже круто. Вот, 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 вот. О, взорвет ли он стенку вот эту? Небольшой фэл этого мага, ладно. Давайте заспавним еще раз. Маг, короче, в космос, там. Захотел там Гагариным стать, я не знаю. Но вот эта атака меня нереально прикалывает. То есть, прям кобры реально вот такие. Почему-то мне змеи напоминают, да. Это реально очень даже круто. Третья атака. Сразу третий, сразу четвертый атака. Как вы видели, он может рандомно спаунить молнии. Если вы находитесь возле него, то вас может попасть вот эта молния. Ну, и сделать, да, то, что должна сделать. Ну, вот этот космонавт-маг, это меня вообще прикалывает. Ну, это реально очень смешно, даже когда он улетает в космос куда-то. Давайте еще раз его заспавим. Четвертая атака, это когда вы близко к нему подходите, то он начинает кидать зелья вокруг себя. И эти ребята зелья наносят вам урон. То есть, если вы просто-напросто будете... Ооо, если вы просто-напросто будете близко стоять возле этого мага, то он закидает вам зельями и скоростью, я не знаю, сколько он на 5 зельей в секунду кидает. О, давайте еще раз посмотрим, давайте еще раз посмотрим. Давай-давай, в космос, в космос. Вот это самая прикольная атака, которая только есть. Она мне, если честно, очень даже нравится. Только, я не знаю, то ли он все-таки дропает вот эту свою палочку, но мне кажется, то, что она падает, но... И очень быстро... О, нихрена себе, еще один всадник апокалипсиса. Она все-таки может падает, но она быстро исчезает. Точнее, быстро сгорает, да, потому что вы видите то, что вокруг него очень много тайм-сет-найт, вокруг него очень много огня, который он сам же и произвел, да? Поэтому она... Она... Она сгорает. Давайте, ребят, мы сейчас попробуем против него сразиться. Сможем мы его убить? А, мы его убили даже очень даже быстро. А если мы возьмем... А если мы возьмем... Твою нафиг. А если мы возьмем обычный, не настолько сильный меч, допустим, вот так, да? И заспам еще одного мага. И посмотрим, что он... Что он сможет делать. Иди сюда, зараза. Я тут. Воу! 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 Вот, смотри! Вот, как он меня закидал! Еще, еще... Офигеть! Сейчас, 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 сейчас... Везерклир. Вот так. Ты там мне сундук, не подожди. Вот, смотрите. Если мы просто-напросто к нему подходим, он закидывает вас вот этими зельями, и вам просто жопа, можно сказать. Он еще и ски... Он еще и с криперов спаинит. Но, криперы немного туго думы. А если мы его вот так... Вот, нифига себе... Он, во-первых, вас поджигает, потому что у него вот эта палочка, палочка-выручалочка, она вас... Да ни хрена! Она вас поджигает. Поэтому, ребята, будьте осторожны с этим. Вот, да, он вас бьет... Он вас бьет ближней атакой, да? То есть дубасит вас палочкой, но в то же время он закидывает вас зельями. И поэтому, ребята... Твою нафиг! Поэтому будьте аккуратнее, то что зелья все-таки реально очень даже сильные. Давайте мы его запинаем быстренько. Ой-ой! Нифига себе! Вот сравните, когда у нас меч на смайт 5, и когда у нас обычный меч, да? То есть... Алмазный не зачарен. Нифига себе! Это прям как мини-босс какой-то. Не всегда же у вас будет самый большой, самый зачаренный меч, и не всегда же у вас будет зелья силы, да? Она 2, чтобы... Чтобы с ним еще сразиться. Мне кажется, он спамит вот этих зомби, или мне реально кажется? Нифига себе! Как они стали магами? Как они стали магами? Ребята, вы видели то, что возле него были... Ихрена себе, сколько вас там... Возле него было... Во-во-палочка дропнулась! Во-палочка! Не поджигай ее, пожалуйста! Иди сюда! Вот! Вы видели то, что возле него было 2 зомби-жителя? Я их немного попинал, 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 и потом в один момент какой-то страшный звук появился, мол... Брррр... Охренеть! Я прям озвучиваю! Может мне какие-то сериалы озвучивать? Какой-то страшный звук появился... Аааа... И... Обычный зомби-житель превратился опять в мага! И был один маг, возле него было 2 зомби-жителя, и вот этот маг превратил вот тех зомби-жителей тоже в магов! Офигеть! Может он там спариваться знает, или еще что-то в этом роде? Нет, реально было очень круто! Я прям обосрался немного! А, с него выпала палочка! К сожалению, вы не сможете не кидать никакие фаерболы, вы не можете не... вызывать летающих вот этих огненных кобр, но... Все, что вам дается, это просто фаер-аспект 1! Вот эта палочка под названием палочка, да? Все, что вы сможете с помощью нее делать, это поджигать ваших врагов! Ааа... Я не скажу, что это станет прям отличной заменой того же хотя бы железного меча, но это может быть как какое-то побочное оружие! О чем я говорю? То есть, смотрите, оно никогда не сломается, потому что у него, ну, нету вообще... Ааа... У него нету вообще какого-то... Какого-то... Ааа... Как это называется? Ну, какой-то стабильности, то есть он никогда у вас не сломается, у него нету прочности, он будет всегда вам служить. Аа... И это побочное, вот так. Вы можете просто бегать, да, побить, побить, побить там зомби, просто-напросто, если вам нужно убежать, вы их подожгли, и они... Им там уже наносится урон, вы пока тут покушали, 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 опять вернулись, опять его ударили, подожгли, и тем самым вы им наносите урон, ээээ... То, что вы их поджигаете. Это тоже очень круто, это такое побочное оружие, да, например, там, один раз стукнули мечом, один раз выстрелили, если вам нужно убежать, вы просто их стукнули, взяли быстренько вот эту палочку, стукнули, и отбежали, пока они там горят, да и всё. Это тоже, ребята, очень даже круто. Но это всё, я не знаю, может там есть какая-то скрытая сила, потому что даже на этой же, эээ... на этой же палочке написано то, что содержит, эээ... силу огня, но почему-то я никакой силы огня не вижу, за исключением вот этого, то, что он поджигает своих врагов. Ну, это, ребята, в принципе, всё. Я вам показал трёх мобов, одни... то есть трёх со многих мобов. В этом... в этой команде присутствует ещё несколько мобов, но мы бы долго это всё рассматривали, поэтому я сделал такую серию. Ребята, если вы хотите, то в следующей серии мы рассмотрим, кто там ещё есть. Там есть какие-то бешеные обезьянки, там есть ещё бешеные призраки, есть демоны в аду, демоны прям охренеть какие, они там фонтан с динамита устраивают и многое другое. Но, ребята, если вам это понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк. Во-первых, вы меня порадуете, я буду очень сильно рад этому. Во-вторых, серии... когда мы наберём 700 лайков, зависимо, когда мы наберём, на следующий день сразу же выйдет следующая серия без модов, где мы будем дальше рассматривать не только вот эту команду, а также многие другие команды. Поэтому, ребята, если вы хотите вот это видеть, зависит только от вас. 700 лайков, на следующий день выходит следующая серия. Вы знаете нашу игру, если лайки набрали, а серия не вышла, вы будете иметь полное право попросить у меня подарок ВКонтакте, роспись у вас на сене и добавить, друзья, я буду просто-напросто не вправе вам отказать. Не забываем оставлять комментарии, это относится к тем неверующим, которые просто-напросто не верят в то, что я отвечаю на вопрос своих подписчиков. Если ты один из таких, то просто-напросто, если даже хочешь со мной пообщаться, оставь свой комментарий под этим видео, увидишь то, что я на него отвечу и также с тобой пообщаюсь. И самое главное, и последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я буду очень сильно рад каждому новому, вот прям реально каждому новому подписчику, который вступит в нашу большой дружную семью подписчиков. И вот прямо тебя я бы хотел попросить подписаться, я буду очень сильно этому рад. Ребята, текстурпак в описании, заходите, скачивайте, устанавливайте, играйте, и также команда в описании. Заходите, устанавливайте, и без всяких модов, без всяких лагов, потому что вы вот там за моей спиной, видите, эта команда не очень даже большая, то есть лагов она в ваш мир не внесет, но зато она внесет разнообразие, у вас появится намного больше всяких оружий, вы даже вампиром можете стать, да и просто-напросто намного больше мобов, без всяких модов, да, мобов без модов, это круто, да, то есть, если вы увлекаетесь ванилью, то эта команда, я не скажу, что это моб, это просто-напросто, не мод, это просто-напросто усовершенствованная ванилька, да, можно и так сказать, поэтому, ребята, устанавливайте и играйте, я очень сильно благодарен за просмотр, тем самым, которые еще до сих пор тут сидят и меня смотрят, потому что многие уже там, наверное, выключили давным-давно, я вот вам сильно очень благодарен, а мы, ребята, заканчиваем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!